чтобы это было Харьков и область. Даже вот область очень... Я работала с областью, и это максимально неудобно. Если это в Харькове, я хотя бы там наведаюсь, напомню о себе, сто раз позвоню, там, скоро еще заеду. Вот, то если это область, вот у меня с Краснокутского района прислали, привозили эти доски, то это жесть. К ним как бы не съездишь постоянно, не напомнишь, и они иногда морозились от меня, я там месяцами ждала эти доски. Ну да, неважно. Закат, спасибо за ваши подписки, ребята, спасибо огромное, Андрей, Лев, Лев Андрей. Привет, всем привет, ребята. Рубач за вопрос, сколько ты был Рокев? Так, Вадим, давайте угадывать, сколько мы не Рокев, а потом я отвечу. Ты знаешь, какие у тебя красивые руки? Да, у меня невероятно красивые руки. Обращайся обязательно. Владимир, привет, всем привет. Так, ребят, был интересный очень вопрос, сегодня никто не ответил. Встречались ли в вашей жизни люди, которые казались для вас странными? И можете так пару слов написать, чем они были странные. Хорошего вечера, Сюша, будь аккуратна. Кончаров, спасибо тебе за поддержку, тоже береги себя, и больше не засыпай за рулем никогда. Ну, за тридцать до сорока. Спасибо, спасибо, Кончаров. Ну, как-то это ты большое расстояние за тридцать до сорока. Ты знаешь, можно сказать, там, я не знаю, от двадцатки до пятидесяти. Давай более конкретно. Встречаюсь на Херсонском. Встречались на Херсонском направлении? Со мной? Кончаров, пока, хорошего тебе вечера. Вроде бы нет. А, господи, встречались на Херсонском направлении. Поняла. Вроде бы нет, не встречала таких людей. Что реально не было в вашей жизни людей, которые вас раздражали, и вы смотрели на них и думали, блядь, да что с тобой не так? Да не с тобой. Я поняла закат. Я туплю. Я очень туплю из-за жары. Я им передать не могу. Мне тупо плохо. Я ненавижу, оказывается, вот такую жару. Хотя я раньше обожала. Конечно, были. Слав, ну давай, в пару словах. Что, чем они тебя бесили? Мне тридцать четыре. Вадим, я поняла, что тебе тридцать четыре. Ты мой возраст вроде угадывал. А тридцати до сорока не годится. Сильно большой интервал. Давай, что-то так поменьше. Так, что у нас здесь? Вы мне тридцать семь лет даёте? Охренеть, боже. Это реально так плохо вылежу. Да прекрати мне писать от до. Напиши конкретно. Я думаю, тридцать два. Ещё. Не угадал. Не угадал. Да не говори, Слав, как-то аж неприятно. Знаешь, как-то аж обидно стало, что ли. Какого хрена так много? Тридцать. Нет, мне не тридцать. Тридцать четыре. Нет, мне не тридцать четыре. Нет. Тридцать восемь. Тридцать пять. Ебать. Двадцать восемь. Серьёзно? Боже, я так старо. Я так старо выгляжу. Я похерею. Двадцать один с половиной. Прекрасно, Слав. У тебя самое прекрасное. Ребят, мне тридцать три года. Меня устраивает мой возраст. Моя внешность на мой возраст. Мои мозги на мой возраст. И так далее. Я поэтому не угадали. Ни кто тридцать три так и не написал. Ну да ладно. Да так старо. Боток по всему лицу. У меня вообще нет ботокса. Если что, нигде. Мри. Так умею даже делать. Представляешь? Христовик, да. Я знаю. Я знаю, Славша, ты знаешь. Мне просто интересно было. Люди, которые все добрые. Уже тридцать три. Да. Уже тридцать три года, ребят. И когда мне рассказывают, что у меня ботокс или еще. Давай позитив. Давай, Слава, давай позитив. Давай теперь. О-о-о. Я сейчас историю такую смешную расскажу. У меня одноклассник в детстве. Это еще был, я не знаю, какой класс. Это пиздец. Это мы вспоминали на встрече одноклассников. Подошел, получается, к моей однокласснице. И говорит, не, он младшая девочка. Это потом другая была история с одноклассницей. Он пошел к девочке, младше на год, нас. И он такой, Андрей, привет, спасибо. Думаю, сорок она. Может быть. Короче, он подошел к этой девочке. Они маленькие были. Мы еще вели первый класс. Или даже не ходили бы в школу. Он ей такой, закрой глаза, открой рот. Ну, наш, блядь, конечно, маленький ребенок. Закрыл глаза, открыл рот. Прикинь, где он письмо на рот положил? О, маленького письма. Это жесть. Ее отец чуть его просто не убил. Потом этот же мальчик с нашей одноклассницей просто поиздевался. залез на дерево. Она под деревом была. Да, способный очень. И он тупо подписал ей на голову. Нам история 18+. Да, история 18+, слаб. Но это были дети, которым 6-7 лет было. Потом он подписал моей однокласснице на волосы. Мы еще ржали. Почему у нее волосы такие хорошие? Походу, это Гошек написал. Я не знаю, кто там баба. Давайте, ребята, если вы обращаетесь ко мне, то меня зовут Настя. Я не баба. 7+, не канет. Привет, царевна. Так, мы опять в прошлый век, да, вернусь? Спасибо. Привет. Думаю, если папе дадут три условки, то будет мне удобно. Не знаю. Я думаю, конечно, ему ничего не дадут. Точнее, ничего никому не дали. Но это была максимально смешная история для меня. Потому что я, конечно, не ожидала, ребят, что в таком возрасте это вообще возможно. Скоро будут писать мадам. Да, Слав, как мне только не пишут. Ты же видишь, что здесь можно ожидать всего чего угодно. И мадам, и не мадам. Иногда по-хорошему, да. По факту можно. Это не прям смешно. Моей бы дочке кто писал. Да бля, понятное дело. Ты же понимаешь, что я лично узнала про эту историю, когда мы были взрослые, и когда этот мальчик при этой девочке всё это рассказывали, вместе ржали. Ну, понятное дело, что тогда нам уже было смешно. За какого ты места? Я с Харкова. К счастью, нет дочки детей. Нет, на самом деле, конечно. Ну, конечно, эта история довольно-таки неприятная, ненормальная. Но на то время, когда нам это рассказывали, это было капец как смешно. Очень смешно. Ну, всё, знаете, не знаю, это были такие какие-то классные. У меня все одноклассники были классные. Все классные одноклассники, классные университеты, все были хорошие. Поэтому... это...